Всем привет! Сегодня мы поговорим о самом экзотическом и жёстком дерби в мире — Каирское дерби — самый главный матч Африки, который всегда играется в присутствии решительной и фанатичной толпы фанатов. Итак, сегодня в выпуске «Аль-Ахли против Замалика». Приятного просмотра! КАИРСКОЕ ДЕРБИ С 1907 года, пока не появился первый в стране клуб под управлением местных владельцев Аль-Ахли. Изначально клуб был местом, где собирались лидеры боровшегося за независимость Египта студенческого союза. Правда, первым его президентом был англичанин Митчел Инс, который сильно помог клубу в организационном плане. Но уже год спустя его сменил египтянин Азиз Паша Эсзад, а в 1925-м было решено, что членами клуба могут быть только египтяне. С названием, которое можно перевести как «национальный» и «красный» под цвет флага доколониальной эпохи футболками, Аль-Ахли слыл народной командой, бастионом, не подвластном оккупации. Клуб стал шансом для простых людей с улиц, объединенных национальной идеей, собраться вместе. Замалик в белых футболках считался командой иностранцев. Иначе говоря, британцев и был аутсайдером. Ко всему прочему, в 30-е годы он был клубом ненавистного короля Фарука. Прежде чем сменить название на Замалик, команда до свержения короля даже носила его имя. За Замалик традиционно болели британцы, их сподвижники и неугодная простым людям публика вроде писателей, поэтов и интеллектуалов. Так в основу спортивному соревнованию легла социальная и национальная вражда. В 1944 году произошел самый знаменательный матч среди команд. Аль-Ахли и Замалик встречались в финале Кубка Египта. Победа Замалика стала самой крупной в истории противостояния. Тогда футболисты белых рыцарей заколотили в ворота соперника шесть мячей. Победа Замалика для многих была неожиданной. Ведь в тот период Аль-Ахли доминировал в только что образованной египетской премьер-лиге, выиграв 9 матчей из 10. 70-е годы — это время расцвета футбольного фанатизма по всему миру. Шарфы, кричалки, флаги и прочая атрибутика захватили весь футбольный мир. Но вместе с этими элементами, без которых невозможно представить современный футбол, пришло и насилие. Египет не стал исключением. Именно 70-е стали отправной точкой, когда Аль-Ахли и Замалик стали сражаться в жестких дерби на поле и вне его, неся смерть и разрушение. Один раз из-за жестких драк даже пришлось прекратить проведение чемпионата. Нескончаемое насилие вынудило египетское правительство запретить проведение дерби на домашних стадионах каждой из команд. Теперь все матчи проходят на нейтральных полях. Даже египетские рефери попадают под подозрения. Беспристрастность матчей обеспечивается приглашением зарубежных судей. Поклонники Аль-Ахли привыкли к успеху. В 2000 году они были удостоены высшей наградой Конфедерации африканского футбола и были признаны африканским клубом века. Восемь раз Аль-Ахли становились победителями Африканской лиги чемпионов. Сорок раз брали египетскую премьер-лигу и 35 кубок Египта. Замалик становился чемпионом страны лишь 12 раз. «Если я собираюсь на стадион, я оставляю машину дома, потому что фаны Аль-Ахли крушат все подряд», объясняет экс-звезда Замаликой сборной Айман Юнис. А он-то знает о напряженных отношениях сторон не понаслышке. Его привычка забивать Ахли в Каирском дерби в 80-х и 90-х до сих пор не избавляет его от преследований. Когда я играл, у меня была куча проблем с фанатами Ахли. В 1990 году они перевернули мой BMW набор, оставив на машине подпись «Привет красных дьяволов». Представьте себе, это было после того, как мы проиграли 0-2. Но и это не было самым страшным. После был случай, когда они атаковали меня в моем собственном доме. 5 тысяч болельщиков Аль-Ахли собрались на улице, где я жил, и оскорбляли меня, жену и детей. Бросали в нас, чем попало. Пришлось вызывать полицию. Фанаты Ахли в любом разговоре не упустят шанс напомнить о своем происхождении. Ахли был первым на 100% египетским, поэтому мы проповедуем националистические идеи. А вот Замалик уже столько раз менял свое название. Вот мы и поем. Вы были наполовину британцами, вы отбросы. Однако фанаты Замалика всегда были верны своему клубу. Вот как они сами про себя говорят. Спросите болельщика Замалика, может ли он сменить религию, и он промолчит. Но если вы спросите, может ли он изменить Замалику, сразу получите отрицательный ответ. Вдобавок к матчу молодежных команд, давно известным как хорошо завуалированный повод для возврата к боевым действиям, всплеску насилия подвергались менее охраняемые баскетбольные дерби между Аль-Ахли и Замаликом. Апогеем стал 2008 год. Фанат Замалика был подожжен и получил серьезные ожоги, когда обезумевшие от минимального проигрыша фанаты Аль-Ахли высыпали на площадку и закидали болельщиков, игроков и руководства соперника самодельными коктейлями Молотова. В истории каждого дерби есть свои герои, и каирское противостояние не исключение. Хасам Хасан — одна из самых значимых фигур в истории египетского футбола. Легендарный нападающий 21 год защищал цвета сборной Египта и закончил карьеру лишь в 41 год, выиграв попутно Кубок Африки. И всего на его счету 169 матчей за сборную. С 69 голами он лучший бомбардир фараонов в истории. Вошел Хасан и в историю каирского дерби. Пять мячей за Аль-Ахли, четыре за Замалик. С 9 голами он занимает третье место в списке лучших снайперов дерби. Мохаммед Абутрика — легенда Аль-Ахли. На счету Абутрики — 10 голов ворота Замалика. Помимо этого, Мохаммед был участником трагических событий, произошедших на Порт-Саиде. Абутрика вышел на поле на 86-й минуте, а после финального свистка был в числе футболистов, на которых набросились выбежавшие с трибун фанаты Аль-Масри. Через два года после событий на Порт-Саиде Мохаммед Абутрика заявил о завершении карьеры. Раз уж мы назвали легенду Аль-Ахли, то следует упомянуть и выдающуюся фигуру со стороны Замалика. Хасан Шахата как раз является таковой. Выступающий на позиции нападающего Шахата, один из лучших бомбардиров в истории белых рыцарей и один из сильнейших игроков в истории каирского дерби. Впрочем, не меньшую известность он получил как тренер, выиграв с Египтом трижды подряд Кубок Африки. За Замалик Шахата забил 88 мячей. Однако противостояние даже таких непримиримых врагов было приостановлено во время Египетской революции 2011 года. Ультрас обеих команд предприняли активное действие и тысячами прошли на площади Тахрир. Только в середине нулевых у каирских клубов появились свои отряды Ультрас. Именно они сыграли решающую роль в политической жизни Египта. 2 февраля 2011 года произошли события, которые стали поворотным моментом в Египетской революции. Этот день вошел в историю как битва верблюда. Сотни членов групп Ультрас защитили площадь Тахрир от набегов сторонников президента Мубарака, которые пытались захватить площадь и положить конец Египетской революции. Большинство простого населения не имело опыта революционных акций и никогда не участвовало в противостояниях с полицией. Но только не Ультрас. Фанаты, одетые в красно-белые цвета Аль-Ахли и Замалика, быстро стали голосом революции. Рейды президента Мубарака обернулись провалом, и его режим рухнул, что стало одними из самых значительных дней в истории Египта, когда Мубарак ушел в отставку. Действие Конституции было приостановлено, а парламент распущен. Вот так египетский футбол раз и навсегда изменил жизнь своей страны. Однако вскоре после победы революции Аль-Ахли переживет один из самых душераздирающих дней в своей истории. Через год после событий на площади Тахрир Аль-Ахли встречался с Аль-Масри в городе Порт-Саид. Сам матч был драматичным. Аль-Масри неожиданно вырвал победу 3-1. После финального свистка фанаты Аль-Масри выбежали на поле и устроили настоящую резню. Большинство из погибших фанатов Аль-Ахли были раздавлены насмерть в проходе под стадионом. Другие были ранены, избиты и сброшены с трибуны. О полиции и армии нигде не было видно. 72 человека погибли и более тысячи получили ранения. Озлобленные члены ультрас Ахлави возложили вину на полицию, подозревая, что вооруженные силы стремились отомстить за революцию 2011 года. Несколько игроков Аль-Ахли ушли из профессионального футбола, шокированное теми страшными событиями. После продолжительных судебных разбирательств более 70 осужденных были обвинены в убийстве, в том числе 9 полицейских и трое рабочих стадиона. 21 фанат Аль-Масри был приговорен к казни. А на этом все. Пишите, о каких футбольных дерби вы еще хотели бы узнать. Ставьте лайк и бейте в колокол. Здесь будет еще много интересных футбольных историй. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...